Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием Bitcoin Tycoon. Никогда не интересовался криптовалютой, и уж тем более не занимался майнингом, но, надеюсь, эта игра хоть чему-то меня научит. К сожалению, она на английском языке, так что это усложняет, конечно, ситуацию. Но, тем не менее, давайте же посмотрим на этот проект. Так, новая игра. Тут даже вроде какой-то сюжет есть. Так, еще я готов. Выбираем персонаж, друзья. Есть уровни сложности. 20 тысяч баксов и плохая удача на харде. 50 тысяч стартовый капитал на стандарте. И 120 тысяч с хорошей удачей на легкой сложности. Но, я думаю, мы со стандартной вполне справимся. Ну, давайте невзрачного вот такого вот чувака выберем. Наверное, ты слишком довольный. А мы разоримся через 5 минут, так что вот такой вот взгляд у нас в конце будет игры, скорее всего. Так, ну что ж, погнали, друзья. Да, действительно, есть какое-то подобие сюжета. Ну, или полноценная сюжетная линия, я не знаю. Моя жизнь изменилась в 2013 году. Я не успеваю даже читать, не то что переводить. Ну, окей. Надеюсь, вы понимаете, друзья, все прекрасно. Какой-то мистер Хуанг. Видимо, ввел нас в курс дела. В криптовалютный бизнес. И теперь там что-то было написано про маленький город. Короче, мы, друзья, начинаем этим бизнесом заниматься. Вот вам краткая история. Мы заключили, видимо, договор, я не знаю, с этим чуваком. Так, и арендовали, я так понимаю, небольшое здание. Вот такое вот абсолютно пусто пока что. Так, ну, выглядит неплохо, да? 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 Замечательно. Вполне. Для майнинговой фермы. Просторное здание, только охлаждением, наверное, нужно заниматься. Асики там всякие закупать. Так. Окей, давай начнем. Тебе нужны... Тебе нужна моя помощь, конечно. Для того, чтобы стартануть. А то я понятия не имею, что делать. Так, окей, братан, я помогу тебе с этим. Как контролировать свою ферму. Покажу. Так, для начала зайди в декоративное меню. Сейчас будем столы, наверное, расставлять. Да, смотрите, здесь у нас есть кровать, столы, компьютеры, которые похожи на маке. И что-то еще. Нажми на предметы и, собственно, расположи его на полу. Так, для начала поставь стол, компьютер и кровать. Окей, давайте поставим стол. Сюда вот, я думаю, в середине. Нормальное место. Так, кровать. Спать будем где-нибудь все в уголке вот здесь вот. Я думал, мы это здание будем использовать чисто для майнинга, а не спать здесь. Ну, мы, видимо, здесь живем, друзья. Будем жить. Так, да, кровать, мы можем там спать. Так, и компьютер. Что-то... Ага. Развернем. Хотя теперь он не похож на мак. Но клавиатура тоже белая. Так, окей. Приблизить, видимо, никак нельзя. Так, у нас там расходы уже, смотрите, друзья, на еду. Все автоматически делается. Так, ну окей. Мы расположили компьютер. Правда, стульчика никакого у нас нет. Но, в принципе, еще страшно. Можно и стоять. Можно и постоять, друзья. Так, чем мы будем заниматься дальше? Настало время, говорит, про апгрейдить немного твой ПК. Экипировать, так сказать. Для этого зайди в какое-то меню. Вот она. Это, видимо, наш инвентарь, наше хранилище, наш склад. А здесь мы будем хранить различные предметы. Преимущественно, я так понимаю, комплектующие. Вот, смотрите, процессоры, видеокарты, охлаждение и прочее, прочее. Так, окей. Теперь нам предлагают зайти в магазин и прикупить эти самые комплектующие. Так, давай посмотрим. Есть тут информация, если что, вверху. Меню помощи. Здесь описано каждая составляющая, каждая комплектующая, процессор, для чего он нужен, насколько он важен. Видеокарта. Конечно же, оперативная память, материнская плата и так далее. Жесткие диски, графическая плата, блок питания, корпус и охлаждение в виде кулерок. Так, ну окей. Все на английском, к сожалению. Переводить, честно говоря, не хочется. Пожалуйста, купи процессор, материнскую плату, видеокарту, карту памяти, жесткий диск, кейс, корпус и также блок питания. Так, ну давайте посмотрим, друзья, что же здесь вообще за видеокарты. AMD FireDragon 330, 360, CopyCat BX320. Не знаю, что из этого взять на самом деле. Тут подробная статистика, конечно, имеется. Даже дата релиза, смотрите, 2013 год. А сейчас уже 2014. Короче, комплектующие они, понятное дело, не лицензировали. И сковеркали просто название немного. Азус, смотрите. Кулер Кампос. Секрет CD. Секрет CD+. Так, ну ладно, давайте, короче, купим, как он сказал. Я думаю, денег сейчас лучше много не тратить, потому что у нас маленький бюджет. Так что давайте самые дешманские, наверное, комплектующие покупать. Вот этот ROT возьмем. Вот эту видеокарту. Кулер. Одного хватит, я надеюсь. Берем блок питания. Это тоже блок питания? Я два, короче, взял. Так, дальше. Материнская плата тоже возьмем. Самую дешманскую. Я думаю, все эти комплектующие совместимы между собой. Так, это что у нас такое? Еще какая-то плата. Ладно, давайте купим. Все, короче, абсолютно. Оперативки немного. Не знаю, секрет диск нужно вообще покупать. Жесткий диск. И корпус. Хотя корпус у нас уже есть, на самом деле. Так, отлично, говорит. Замечательно, друзья. Теперь еще у нас какое-то меню. Здесь мы, похоже, будем заниматься сборкой компьютера. Это важная, говорит, страница. Ты можешь контролировать свои машины. Можешь притаскивать сюда, в эти окошки, комплектующие. Либо автораспределение использовать. Так, ну, короче, сейчас разберемся, друзья. Комп 1 пока что у нас есть. Сейчас мы будем... Ну, давайте автораспределение попробуем. Да, ну, у нас в любом случае только в одном экземпляре все комплектующие. Только вот эти вот остались. Лишний блок питания. Который можно, кстати, раз уж я его купил. Так, а теперь я как-то убрать могу. Да, вот так вот. Давайте раз уж я купил получше блок питания. Засунем его сюда. Ну, и все. Вот это вот не нужно нам, да? Компост, борт, короче, нам сейчас не пригодится. Блин, а он стоит дорого на самом-то деле. Я только сейчас заметил ценник. Так, ну ладно, ничего страшного, друзья. Мы же можем продать это мрахло потом? Ну-ка, в магазин давайте зайдем. Есть ли там меню продажи, например? Не похоже. Может, есть какой-нибудь вторичный рынок в этой игре. И можно будет потом на ebay какому-нибудь продать. Ну ладно, в любом случае, в дальнейшем нам пригодится. Я уверен. Так, окей. Теперь ты можешь наблюдать пул и выбрать один из них. Так, выбрать пул. То есть мы выбираем криптовалюту, которую сейчас будем майнить. Да, насколько я понимаю. Эфириум или как он называется? Биткоин. Вот эфириум. Или он как-то по-другому называется, по-моему. Хотя, может и так. Инди-майнинг. Биткоины. И так далее. Лайткоины. Так, и что мне выбрать? Что из этого сейчас дорого в цене и не сильно затратно по оборудованию? Можно как-нибудь посмотреть? Коин-маркет. Вот, смотрите. Здесь можно курс всех криптовалют. Графикам падения, взлета и так далее. И продавать, собственно. Так, можно. Покупать, продавать. Можно, кстати, покупать просто, а потом продавать. Когда будет дороже. Стой. Заниматься такой припродажей. Кстати, 50, смотрите. Можно купить за 50. И продать. Точнее, за 53 купить и продать за 50. И постоянно меняется курс. Прямо с каждой минуты. Так, ну, я не знаю, чем будем майнить. Давайте биткоин, короче, будем. Правда, у нас обыкновенный компьютер. Ладно, давайте этот эфириум. Рассказывает он, короче, про криптовалюты. Про самые разнообразные. Вот как раз-то говорит, что нужен будет этот компоус-майнер. Блин, чувак, слишком сложно. Но, наверное, тем, кто хоть немного в этом разбирается, мне кажется, зайдет. Потому что проработанная игра очень даже неплохо. И приятно в целом играется. Я и в тайкуны не особо много играю. Так, окей. Что дальше, мужик? Так, подсказываем. Так, падение, взлеты. Можешь кликнуть, чтобы приступить к майнингу. Вот так бы сразу. Погнали, другие. Начинаем. Начинаем криптодобычу. Так, отлично, говорит. Я не успел дальше прочитать. Теперь нужно ждать, собственно. Хочешь ли ты, чтобы я помог тебе так же с торговлей? Да, чувак, я еле... Еле запустил свою майнинговую машину. О чем ты говоришь, мужик? Ты что, не видишь? Что, у меня все совсем плохо. Мне кажется, завтра я разорюсь, как я и говорил. Так. Окей. Это легко для понимания, говорит. Ты торгуешь с людьми в режиме онлайн. Да, действительно, легко для понимания. Так, открываем это меню, которое мы уже открывали. Так, и теперь на курсе, смотри. Выбери биткоин. Так, выбран биткоин. Вы можете указать сумму. Так, погодите. Мне кажется, добыл уже хоть немного валюты. Пока я здесь разбираюсь. Так, ты можешь здесь начать торговлю. Пожалуйста, нажми подтвердить. Так, ну что, друзья, подтверждаю. Замечательно. И ты теперь знаешь, как заниматься торговлей. После того, как сделка будет завершена. Короче, это займет некоторое время. И потом появится значок. Вот он появился, собственно. Биткоин — это не единственная валюта, которую мы можем покупать. Остальные валюты, короче, нужно будет разблокировать. После открытия они у нас появятся вот на этой странице. Пока что нам доступны только эфириум этот и биткоин. Так, для примера. Да, вот он как раз про эту криптовалюту рассказывает. Сейчас она только начала свою работу. И, возможно, в цене взлетит. И можно разбогатеть на этом эфириуме. Вот как раз-то я эту криптовалюту и начал добывать. Так, и что, все, мужик? Я же ни хера не понял. Так, ладно, пока что торговать не будем. Блин, 31 тысяча долларов у нас сейчас имеется. Наша машина работает. И потихонечку майнит. Как вы видите, шкала заполняется. То есть 15 эфириума мы уже намайнили. И приобрели 0,12 биткоинов, а не 500. Видимо, за 500 баксов мы что ли 0,12 купили. Теперь у нас есть и эфириумы, и биткоины. Так что, и все, больше этот счет не поможет мне никак абсолютно. Дальше мне самому разбираться. Ну что, давайте поставим тогда в таком случае еще, наверное, один компьютер. Так как это не сильно затратно. Стенды майнинговые мы сейчас, наверное, не сможем себе. Позвольте. Хотя, смотрите, 900. 900 монет, видимо. 900 баксов стоит стенд для майнинга. Вот композ стенд этот. 600 стоит компьютер. Ну-ка, давайте посмотрим вообще, как они выглядят, эти стенды. Да, вот такие вот небольшие. Чем они отличаются вообще? Используются графические карты. Используются видеокарты для майнинга. А здесь композ майнеры вот эти вот используются. Так, и давайте два стенда вот таких вот поставим. Так, и теперь, наверное, туда нужно подключить видеокарты. Для этого нам нужно зайти, собственно, в магазин. Давайте, кстати, паузу ядровую поставим. Хотя пусть майнится. Пусть майнится криптовалюта. Зайдем сейчас в магазин. Купим видеокарты и установим в этот стенд. Только нужно понять, как это сделать. Так, вот. Два стенда, которые я установил, здесь в списке теперь появились. Благо, здесь можно перемещать эти окошки. Теперь мы зайдем в магазин и купим сейчас какие-нибудь уже получше видеокарты. Посмотрим, как будут работать эти майнинговые фермы. Ну, купим что-нибудь уже подороже. Давайте за 2000. Две карточки вот эти вот купим. Так, теперь мы открываем наше хранилище. Ну-ка, автосетап нажму, ничего не произошло. Короче, что-то я не совсем понимаю, какие видеокарты сюда нужны. Я так и не смог найти нужное. Хотя еще парочку купил. Но бесполезно. Также купил стенд под названием Compose. Вот сюда вот как раз-то вот эта вот плата Compose Board. Спокойно помещается и мы можем без дополнительной вроде как комплектующей. Хотя что-то еще нужно. CS, смотрите. Не знаю, что это значит. Вроде как можем уже майнить даже без дополнительной комплектующей. Хотя хз. Давайте биткоин, например. Нет, видимо не можем. Надо до конца этот стенд доделать. Что за CS? Что за CS? А, CS это кейс. Я все, короче, купил, друзья. Докупил дофига всего. Да или нет? Да, наконец-то, друзья. Так, вот теперь мы можем... А зачем? Зачем корпус? Зачем компьютерный корпус? Ну ладно, не важно. Так, а биткоин? Или нет? По-прежнему не могу начать майнить. Так, и вот здесь вот теперь автораспределение сработало. Потому что я купил некоторые комплектующие. Вот эта плата сюда уместилась. Охлаждение. Сразу 4 видеокарты, которые у меня имелись. Да, как раз она и рассчитана на 4 видеокарты. И снова здесь нужен корпус. И что-то еще. CR. 2 CR. Так, блин, не туда зашел. Давайте посмотрим, что... Ну, во-первых, купим корпус. Давайте посмотрим, что у нас подразумевается под CR. Так, а вот здесь вот, друзья, после того, как я установил корпус, мы можем уже майнить. Я выбрал биткоин. И начал майнить. Вроде как все работает. А здесь по-прежнему мы не можем ничего добывать. Может, нужна определенная криптовалюта, потому что здесь, типа, другое оборудование. Нет видеокарт. И мы что-то одно только можем из этого добывать. Короче, хер знает, друзья. Кто-то работает. Наверное, знающие люди сейчас смотрят. Пробивают фейспал. Но этот компост не хочет работать вообще ни в какую. Хотя у меня все установлено. Больше сюда мы поставить ничего не можем. Так, все. Да, добыча работает. Биткоин мы добываем. Также этот эфириум тоже добывается. Так что, ну, более-менее, более-менее все работает, друзья. Хоть и у меня осталось 10 тысяч всего лишь, но мы можем уже начать продавать. Например, ну-ка, что там по курсу? Так, ну, сейчас, на самом деле, не самое время. Все-таки лучше подождать. А биткоин? Биткоин у нас рухнул, судя по всему. Да, он вообще на самое дно спустился. Самое время закупиться, на самом деле, биткоинами. Давайте на все бабки закупимся. А потом... Потом будем желать будем, судя по всему. Ну-ка, 700, допустим. На сколько я закупился? Ну-ка, еще раз. Давайте теперь 5 тысяч поставим. Во, нормально. 4 тысячи баксов у нас осталось. Это чисто на еду, друзья. Все. Вот теперь. Можно ждать. Можно ждать, пока биткоин снова взлетит. И потом избавляться от него потихонечку. И уже уходить в плюс. Правда, займет, наверное, огромное количество времени. Смотрите, у нас уже почти 2 биткоина, между прочим. Если бы был сейчас 2018, я бы был уже миллионером. Сейчас 2014 и биткоин не так уж и много стоит. Все равно прилично. Ладно, друзья. Короче, вот такая вот игра. Для меня сложно, конечно, разобраться. Но если постараться, если уделить много времени для обучения, для вхождения в игру, для изучения всех механик и так далее, то, я думаю, можно без проблем с ней справиться. И действительно будет интересно этим заниматься. Но на этом мы уже закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.